Друзья, всем привет! Сегодня позанимаемся БМВ подготовка под керамику и заодно покажу в работе пасты After Magic. Уже есть о чем показать, потому что самую главную пасту, первый номер, почти выработали. Осталось процентов 10. Расскажу свое мнение о ней чуть позже, а сейчас покажу, как она работает. Для работы нам понадобится сейчас номер 1 паста, номер 2 паста, мех для первого номера, поролон для второго номера, средней жесткости, воздух продувать, мех, скотч для того, чтобы пооклеивать соседние зоны, чтобы нигде не протереться, резинки не позамазывать, салфетки, чтобы вытирать, микрофибры, чтобы вытирать пасту, остатки и просматривать. Также может быть понадобится налобный фонарик, если их где-то плохо видно, также понадобится роторная машинка для того, чтобы подшлифовывать именно вот эту грань под ребром, потому что эксцентрик туда не влазит. ну и все, в принципе. Еще нужно терпение. Терпение, терпение, еще раз терпение. Под напутствием Валерия Дутеллинг Аларм с моральными поддержками начинаем работать. Я мех вчера забыл почистить, когда занимался в день. Поэтому сегодня надо его хорошо попродувать, попроверять, чтобы не было нигде комков. В принципе, нормально. И вперед. Все сейчас делается полностью первым номером. Работаю малыми зонами. Кусочками так будет чуть-чуть попроще. Ну, легче контролировать себя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чуть-чуть добавляю И вот теперь реально начнется работа. То есть, когда пасты нету, ну, нечему работать, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас задача у Меха убрать риску от трезака. Если чего-то не видно, включаем фонарик, просматриваем. Ну, единственное, что да, под ребром минус эксцентрик, он там не выбирает, не работает. Это отдельно машинкой заделаем. Ну, а так все. Перемещаемся дальше, либо выше, либо ниже. Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу эксцентрика еще хочу чуть-чуть своего такого мнения высказать. Приезжал технолог AfterMagic, он говорит, что да, эксцентриком, конечно, работать тоже надо, но на антиголограмме. Я чуть-чуть с этим делом не согласен, потому что мех на эксцентрике работает реально быстрее. Работа меха происходит тогда, когда он движется. Но эксцентрика, он движется, и не зализывает мех. Вот посмотрите, работая мехом, он не зализанный. Работая на роторе, мех... Ну, вот я сейчас покажу. Мех, он весь зализанный. То есть, его весь ворс, он такой, в одну сторону направленный, гладкий. И он реально от этого медленнее режет. То есть, работа на эксцентрике, она быстрее, но, братья, что в пару мест вот в таких канавках он не работает реально. Там, конечно, только ротор. И посмотрите, в принципе, любые детайлинг-студии, у них 90% работы происходит на эксцентрике. Фактически у всех флексов, фактически у всех руписы, бигфуты, 21-15 миллиметров ход работы. И они, наверное, я думаю, ребята все ошибаются и глупы, потому что работают эксцентриком. Ну, так и вас и льяви. Поэтому ротор ротором, а, как ни странно, эксцентрик побеждает. Хотя не все его понимают с первого раза. Вот такой вот результат после меха. Вот это место на камеру, наверное, не совсем четко видно. Но не дополировано. Будем сейчас ротором это запиливать все на меху. А дальше все. Средняя жесткость и поролон. Второй номер. И пройдемся, посмотрим, ну, где-то граничку отобьем себе, чтобы было явно видно, что доделывает второй номер. Третий номер, в принципе, уже проверен на темных цветах. Третий номер сильный, прям жуткая разница от второго не дает. Так же, как и у Минзерна, получается, что третий, последние проходы, ну, не сильно дают отличие от второго на жестком поролоне. На средней жесткой степени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скотч клею для того, чтобы снаружи не протереть ребро. На наружном ребре лака меньше, чем на внутреннем всегда, и там его протереть гораздо проще. Так, готовимся к поролону. Сейчас надо все попродувать, попрочищать. Буду мыть и поролон, переклеить заново, где тут уже. Скотч порванный, протертый. Протерлись, переклеились. Второй номер. Тоже его чуть-чуть вымешиваем. Поролон средней жесткости. Это значит не кирпич на ощупь, но и не такой, не вафельный. Нам надо чуть-чуть подогреть вот эту сечку от меха. Она видна, потому что мех есть мех. И дать блеск. Четыре капушки. Здесь уже зоны можно чуть-чуть побольше делить. Тут и работа чуть-чуть побыстрее. Быстрее будет. Еще за что я люблю эксцентрик, можно работать спокойно одной рукой. Он не пытается вырваться. Я люблю выглядит! Транслое готово. Я простоgen keeping жел vaak memory кожи к записи. Я люблю delle now-корее в staying пути. Продолжение следует... 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 проходим сушеные всеми доступными способами воздухом тряпками обдуваем обтираем и сразу смотрим где надо до полировать я чуть-чуть бампер сейчас на себя выдвинул на крепление вот тут у меня я не достал просто не увидел вижу чуть-чуть риску от эксцентрика на зеркале не знаю вообще откуда я зеркала не трогал на капоте вот тут ноздри у меня фонари не попадали четко получается их видно вот под таким углом вот тут недополированы самые края вроде а вот тут еще увидел вот такое незначительное на все равно как-то оно мне так бликануло я лучше тирануческа да будет спокойно там еще нет во всем остальном в принципе все неплохо сейчас до полировал это прохожу все мягким кругом ставлю молдинги нет но я расставлю молдинги прохожу все мягким кругом и заезжаем уже в камеру все машина переехала в камеру не показал третий проход ну там на всю машину 30 минут потом вытираем все чистой сухой фиброй готовим под обезжиривание меня просто отвлекали поэтому не смог показать сейчас обезжириваюсь еще одну короче фибра надо очень много еще одной чистой фиброй широким большим полотенцем обезжириваюсь я вот это только надо оторвать обезжириваюсь я водно-спиртовой обезжиркой та которая под покраску смачиваю слегка сбрызгиваю и фиброй растираем уже проверено как бы норм все работает хотя у автомэджика третий номер пасты он идет без содержания силикона вообще и после протирки говорят что можно наносить сразу стекло сразу керамику но я все же лучше обезжириваюсь пройдусь протрусь так будет надежно не поставил жабры и на капоте потому что об них будет цепляться просто этот аппликатор подготовил аппликатор в израиле так научили очень удобно и сейчас будем наносить everglass gold наносится он по рекомендации скажем так продавцов до тех ребят которым не продали но они сами работают этими это представители получившие официальное разрешение на продажу в украине этого средства значит сказали носишь в два слоя первый слой нанес небольшим квадратом багажник допустим пополам можно говорить поделить нанес небольшим квадратом сразу в принципе располировать но смотришь говорит если чуть-чуть еще жирненький да ему постоять чуть-чуть буквально недолго там смотри беспереливно наблюдать слишком большим квадратом допустим брать сразу весь багажник это много наносишь два слоя первый слой нанес располировал и бросил на час через час пришел и начал оттуда откуда начинал потом после второго слоя этого же средства оставляю все это дело на 8 часов ну то бишь на ночь моем случае и с утра приходишь покажу чтобы наносить третье можно так сказать слоем top coat gold посмотрим на результат я переоделся компания рамикс подогнала мне такой костюмчик спасибо огромное он отдельно вверх отдельно низ и он прямо в тему подходит вообще огонь еще и перчатки синие взял то я вообще сейчас буду в теме в общем обезжирьемся сейчас покажу и наносим обезжирьки много не надо примерно вот столько этого будет достаточно потому что фибра в себя чуть-чуть впоследствии можно чуть-чуть первоначально фибру значительно питает и можно сказать что можно будете чистой фиброй уже и протираться мы в принципе не прям уж обезжириваются мы идем и протираем еще раз но уже чуть-чуть применяя составчики начнем приступим мне уже прошел багажник тот борт чуть-чуть размялся потренировался наносится легко я бы даже сказал вообще элементарно можно даже такими я успеваю немалыми площадями допустим полкрыла одно только но что состав надо хорошо обновлять потому что он содержит в себе некислое количество растворителей которые довольно таки быстро испаряются и состава просто как будто не хватает смотрим начинает появляться такая как бензиновая пленка не можно в принципе растирать буквально так секунд по 5 может по 10 если небольшой какой-то участок растирается состав элементарно никаких вообще усилий прилагать не надо главное полотенце не оторвать именно остановил оторвало на вытяге это делать все состав нанесен перемещаемся дальше действительно легко наносится понравилось это мне резиночки я позакрывал на всякий случай лишь с той целью чтобы растворитель который содержится в составе не вымазал мне аппликатор не более того хотя саша сказал что может резинки не закрывать только специально не мажь то есть пошла пленочка погнали растираться не дорастер проверяю чтоб все было растертым потому что я не хочу попасть на тот момент когда мне надо будет взять и что-то переполировать и уходим дальше честно капоте покажу и капот не мама чёрн и еще и и и и и смотрим сейчас пойдут полосы бензиновые испарение и растира замечательное средство легко так растирается конечно очень важно какой результат будет на выходе если результат будет шикарным да еще и так легко работает мне пока что вообще нравится моноколк которая носила бмв пятерку синий этот тяжелее располироваться а Получается, я капот разбил себе на 6 секций. Надо было на 4, но сделаем так. Вторым слоем уже буду проходить, я знаю, где успеваю точно, допустим, там дверь, верхнюю планку успеваю за один заход сделать. Капот можно спокойно на 4 куска разбивать. Что мне понравилось компании, вот этой Эверкот, которая в Украине, ну конкретно Александр, который продал мне это средство, то, что я ему сегодня раза 4, наверное, звонил, воясные разные моменты. Вспомнил одно, позвонил, вспомнил другое, позвонил, еще что-то перед самым-самым началом, позвонил, и человек мне ответил на все мои вопросы. Это как раз тот момент, когда я говорю, что очень важна техподдержка. Я покупал средства от Звиза, керамику, самый дорогой набор, который есть у них. К сожалению, те, кто продают наш склад, они вообще не знают инструкции как таковой, ни в интернете, нигде я не нашел. Но, может быть, средство и хорошее. Мы им отработали наугад, можно так сказать, серовый на одной машине. Но без техподдержки я, честно говоря, не хочу покупать больше состава, по которому я не могу позвонить и быстро узнать то, что меня интересует. Ну, как быстро, не прям так, что мне прямо сейчас надо, но хотя бы так, чтобы можно было куда-то написать и узнать. Здесь же, пожалуйста, номер телефона, звони, тебе все расскажут, все подскажут. Вот это меня и подкупило, собственно. Все, первый слой у меня нанесен на всю машину. Теперь даю час промежутка, как мне и было сказано. И прохожу то же самое, еще раз делаю. Если будут какие-то у меня ощущения, отличия в нанесении или еще в чем-то, я обязательно покажу это. Если же нет, то уже включимся с утра и посмотрим на другой состав, который должен наноситься сверху этого, на тот пол. Ночь прошла. Покрытие, ну, по идее, простояло положенное ему время сушки. Никаких изменений я не заметил, чтобы за ночь что-то поменялось, насыщенность, яркость, еще что-либо. Одеваем новый аппликатор, хорошо перемешиваем следующий состав, тупкоот. И продолжаем наносить. Попробую. А, кстати, второй слой наносился без каких-либо существенных отличий относительно первого, поэтому я и не показывал его. По расходу. Первый состав я выкатал весь. И мне, знаете, еще бы даже чуть-чуть бы, чтобы идеально проработать там под молдингами. На том же, что оставалось, то есть я прошел хорошо вверх, а под молдингами же, что осталось. Что-то я, походу, переборщил, наверное. Ну, делаем красиво, поэтому. Поэтому, хотя я думал, что останется, но не осталось. Вот два слоя мне не хватило. Этот слой наносится, точнее, этот состав в один слой, с которым я наносится. Поэтому мне его по-любому хватит. Мы посмотрим, сколько из расходов. Баночка полная. На этот состав, по ощущениям, наносится ничем не тяжелее. Чуть-чуть как будто жирнее. И в этом вся разница. Наносить мне его, сказали, кусочками такими 50 на 50, не больше. Располировывать сразу активными широкими движениями. Не обязательно круговыми. И пошире, говорит, раскидываешь, раскидываешь, растягиваешь. Его надо чуть-чуть дольше располировывать. Он как бы такой, ну, более вязкий, что ли. Все. КОНЕЦ прохожу еще раз проверяю но же где-то не дойдет что-то или остался след от тряпки вроде бы все посмотрим сейчас обработаю всю машину остаток на результат после ну чуть-чуть вроде бы добавляет блеска чуть-чуть хотя она уже так блестит что я начинаю просто путаться все заканчиваем блин она через камеру вообще по-другому смотрится у нее даже цвет другой от живого так по расходу полфлакона чуть-чуть даже меньше чем по флакона я израсходовал в один слой нанесено все сейчас она на солнце дожарится в камере постояла часа три после нанесения сказали что можно потом ее уже выгонять то есть покрытие сухое я действительно пробовал тряпкой протирать сухое теперь на солнце дожарится и ну все равно я так понимаю мыть ее можно через неделю так это что-то пока лазил с собой напачкал мелочь покрытие стало такое скользкая для тряпка по нему проводишь сухой скользкая скользко я думаю гидрофоб у него будет бешеный я уже не знаю я вокруг не ухожу хожу я уже не знаю что тут что тут еще можно что-то сделать чего добавить привнести где-то не дотереть и где убрать где намыть ну понятно очистить колеса протереть еще стекла руками уже за лампу а так ну уже ходишь ходишь карбон поставил на местах карбон надо будет отдельно обрабатывать карбон задний решеточки значки и карбон передний низочки машина очень низкая получается она меня даже выезжает вот оттуда оттуда откуда вер 8 выезжает без проблем это выезжает по досточкам потому что реально низкая она пытается садиться на пороге ну так все в общем по керамике состав наносится адекватно вот этот последний именно топковод его надо реально внимательно растирать потому что я потом проходил еще рассмотрю след от тряпки именно тер 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 хоп такой его не видно для том что в открытую видно обратил внимание когда выключил один ряд ламп горят с той стороны как бы в тени увидел пошел до тери до тер пока быстренько потом пошел по переключил лампы еще обнаружил где-то там вниз очки то есть так ее не видно а вот именно в тени вот в такой тени и обращал внимание что их заметно поэтому последний слой надо более внимательно растирать потому что когда он полноценно высохнет думаю его уже растереть не получится надо будет брать жесткий круг наждака жесткий круг полировочные жесткую пасту первую и вы полировать наверное весь элемент потому что частично мне кажется этот вот это вот нельзя сделать подремонтировать только куском элемент и все ждем теперь от моем стеклах от моем диски очистим ждем хозяина посмотрим чего нам скажет на этом все всем спасибо удачи пока